Заранее извиняюсь за некачественный звук, но как вышло, так вышло. Приятного просмотра! Всем привет, друзья! Вы находитесь на моем канале. Сегодня я буду делать распаковку. Сегодня у нас анбоксинг вот этой вот довольно-таки громоздкой и большой посылочки. Друзья, скажите честно, вам интересно, что находится в этой посылке? Кстати, заказывал я ее с сайта Андрозахром. В основном тут, конечно же, химия, ну и ничего больше. Чтобы распаковать наш посылку, я взял канцелярский нож. А также, знаешь, что банки могут быть в масле, потому что я заказал металлы, которые хранятся под слоем минерального масла или керосина. Я этого взял вот такую вот тряпочку, ну на всякий случай, чтобы вытирать там, чтобы сильно тут не говнячить. Ну что ж, погнали! Итак, ну что ж, давайте ее вскроем. Данная посылка шла мне с Москвы, получается, вот. Проехала более 3000 километров, потому что ехала целых два месяца. Все это было связано с пересылками и так далее. Так, опа! То есть, получается, у нас внутри большой коробки, коробка поменьше. Так, о, я тут вижу бумажку. Походу, это у нас с вами документ. И да, я был прав. Это у нас с вами документ, как раз-таки, друзья, на наши вещества. В общем, я заказал довольно-таки много химических веществ. Во-первых, это, друзья, на общую сумму 4050 рублей я заказал вот столько элементов. 100 грамм металлического лития, 100 грамм. Кальций тоже 100 грамм. Натрия металлического по 100 грамм. Общая... Я взял фасовку из тоже 100 грамм, но за каждую фасовку, то есть всего 1000, значит, здесь должно быть 200 грамм. Металлический калий 50 грамм и 50 грамм элементарного жидкого брома. В общем, как-то вот так вот выглядит наш с вами документик. Итак, берем бумажку в сторонку и вытаскиваем эту коробку. Вау, ту нафиг к нём. Да, я просто немножко подальше уберу. Вау, ту нафиг к нём. Так, давайте мы с вами скроем теперь вот эту гигантскую... Ну как, она довольно-таки небольшая, вот по сравнению с руками. В общем, вот такая вот довольно-таки большая коробка. Весом она, честно говоря, не знаю. Мне стало интересно, давайте взвесим всю эту коробку. Итак, давайте посмотрим, сколько весит наша с вами коробка. Так, давайте взвесим коробочку. Так, вес коробки составляет 3 с лишним килограмм. То есть 3 килограмма и 100 грамм. В общем, коробочка довольно-таки увесистая. Давайте теперь посмотрим, что у нас находится внутри этой коробки. Друзья, приехали довольно-таки много всего. О, друзья, господи, это жидкий бром. Давайте начнём с него. Итак, жидкий бром, вот, как видите, такая вот баночка. Давайте её аккуратно откроем. Как я понимаю, вот такие вот, друзья, тут 2 ампулки. Давайте я их открою и посмотрим на них чуть поближе. Итак, в общем, друзья, вот так вот выглядят 2 эти ампулы с жидким бромом, друзья. Вот по сравнению с пальцем указательным. В каждой по 25 грамм в общей сложности получается 50 грамм брома. Ладно, с бромом понятно. Следующий давайте посмотрим на 3. Друзья, вот такая вот довольно-таки большая баночка. Довольно-таки она на самом деле масляная. Поэтому сейчас я её вытру. Так, я сказал, могут быть масляные, там клейкие какие-то. Как его знает, потому что фасовка СССРовская и ещё СССРовских времён. Ну что ж, давайте откроем и посмотрим, что находится внутри этой банки. Итак, в общем, ну что ж, давайте посмотрим, как для неё выглядит наш с вами натрий. Так, открываем. Вот, друзья, в общем, да, здесь всё масляная бумага. Вот газета тоже масляная. Аккуратно её сейчас вытащу. Ну что ж, вы готовы? Так, возьмём, сейчас вытащим эту банку с металлическим натрием. Сейчас её немножко выдру. Вау, друзья, блин, это металлический натрий, как я рад. Чтоб вы понимали, у нас натрий в школе закончился раньше, чем я пришёл туда работать. Ну, в лабораторию, точнее, как лаборант. В общем, вот. Здесь написано, там, маркировочка Риахим, а также некоторые другие вещи, но что-то мне плохо видно. Ну вот, натрий металлический. Ну, в общем, куски давайте откроем, посмотрим. Вот такие вот там куски натрия, да, здесь 200 грамм. Давайте взвесим данную банку, посмотрим, сколько в итоге у нас веса получится. Вот. Думаю, если будет больше 200, там, 50 или что-то такое, думаю, всё будет правильно. Так, да, вес банки 400 грамм. Значит, друзья, здесь 200 грамм металлического натрия, плюс немножко наполнителя внутри. Это, походу, какая-то смола или масло. Вон, все руки жирные, друзья. Ну и, в общем, остальное вес это банка с крышкой. Ну, в общем... Даня Рукажов. Ну, в общем, общий и, в общем... Всё правильно. 200 грамм металлического натрия. Итак, закрываем банку и идём дальше. Итак, давайте посмотрим следующий какой-нибудь элемент. Давайте посмотрим литий. Кстати, что странно, тут лития две банки. Вот одна и вот вторая. Ну, как бы... Ну, ладно, ладно. Сейчас посмотрим. Может быть, здесь там 50 грамм лития и там 50 грамм лития. Ну, не знаю, как получится. Давайте посмотрим, что у нас находится в данной баночке. Во-первых, газета. Такой же кусочек газетки. Вот. И металлический литий. Металлический литий. Сейчас тут в банке находятся, друзья, 30 грамм металлического лития. Вот. 30 грамм металлического лития. Ряхим, между прочим. Такая довольно-таки старенькая баночка. И внутри вот такие вот куски металлического лития. Довольно-таки большие. Ещё там вроде бы снизу. Ну, всего лишь 30 грамм. Давайте взвесим данную баночку. Даже целых 280. Значит, 30 грамм. Значит, мы можем сделать вывод, что данная банка весит около, ну, наверное, около 250 грамм, да? Так, аккуратно убьём обратно. И посмотрим следующую банку с литием. Следующая банка довольно-таки, друзья, массивная. Довольно-таки большая. Ну, раз там 30 грамм лития было, значит, здесь будет 70. Просто тут почему-то стёрлась маркировочка. Да, немножко обидно стёрлась маркировка. Здесь реально ничего не разглядеть. Блин, к сожалению. Ну, давайте посмотрим её содержание. Друзья, вау! Это целые куски лития. Да, сейчас неправильно, что лить голыми руками, ну ладно. Он пипец такой твёрдый, чтобы вы понимали. Прям как на кусок дерева давлю. В общем, и там ещё вот куски. Ну, скорее всего, здесь около 70 грамм металлического лития. И что странно, там какая-то вот эта вот мучь. Что это? Это воск какой-то? В общем, непонятно. Ну, как-то так. Итак, банка весит 300 щенто грамм. Значит, здесь, наверное, 100 или даже 100 грамм лития. И ещё дополнительно внутри наполнитель. Литий мы с вами посмотрели. Натрий посмотрели. Гром посмотрели. Значит, осталось посмотреть калий и кальций. Давайте вытащим последние две банки и рассмотрим их поближе. Ну что ж, давайте начнём с кальция. Да, кальций металл довольно-таки интересный. Я думаю, что он будет в виде гранул. Потому что обычно его именно в виде гранул продают. К примеру, в официальном магазине ReactiveTorque в Москве как раз-таки вот можно приобрести кальций в виде гранул. Как раз-таки там продаётся. Это мне сказал Виталий. Потому что он кальций покупал. Он как раз в ReactiveTorque в магазин ходил. И там ему в виде гранул продали. Значит, мне тоже продадут. Ну, точнее, вот предоставили в виде гранул. Так, открываем. Вот я вижу. Напомню, газетку. Уже промасленную такую. Там почему-то она какая-то испачканная, походу. Но это должно быть точно кальций. Ну так. Кальций внутри есть. Реально. В виде, друзья, цельных кусков. Это плохо видно. Вот там внутри вот такие вот довольно-таки гигантские куски кальция. Здесь в общей сложности 100 грамм. Итак, в общем, банка с кальцием. Давайте посмотрим, сколько она весит. Так. 440 грамм. Вот это да. Довольно-таки много. И спешу заметить их на виде кусков. Да, что довольно-таки необычно. При этом здесь довольно-таки много жидкости. Ну, кальций можно было бы его и тем самым наполнителем из лития лучше замешать. А вот эту жижу надо было к литию или к какому-нибудь другому металлу налить. Либо это керосин, либо это масло. И смотрим последний на сегодня элемент. Это металлический калий, друзья. Вот такой вот калий, друзья. Да, здесь всего лишь 50 граммов металлический калий, технический. Вот такие вот здоровенные куски по сравнению с рукой довольно-таки большие. И там еще вот снизу кусок металлического калия. Скорее всего, мне придется в будущем их очищать в минеральном масле переплавкой, и там шприцом собирать, в новое минеральное масло перекидывать. Но об этом будет отдельное видео. Друзья, я очень рад тому, что наконец-таки приобрел эти все элементики. Я ведь их целых два месяца ждал. Шли они мне с антрозахромом. Проехала эта посылка целых более 3000 километров. Ну и в общей сложности вот так вот вышло. В общем, друзья, я очень доволен данной посылкой. И огромное спасибо хочу выразить продавцу Силкину Владимиру Сергеевичу за то, что отправил мне данную посылку из Москвы, то есть из России в Казахстан. Шла на два месяца. А на самом деле она пришла всего лишь за неделю. Но дело было в том, что я живу не в столице, а от столицы мне до моего города тоже там довольно-таки много километров. Целых там, кажется, тысяча километров до столицы. Мне вот от колонетов я живу. Поэтому, друзья, мне пришлось там при помощи пересылки. В общем, только таким образом. В общем, друзья, вот такая вот на сегодня посылочка. Я надеюсь, что вам очень понравился данный анбоксинг и обзор. Друзья, напишите в комментариях, чтобы мне такого сделать с этими веществами. Может быть, мне записать отдельное видео с экспериментами. Или мне записать что-то еще. Напишите об этом в комментариях. А я постараюсь это реализовать. В общем, друзья, вот такой вот получился видеоролик. Но это, кстати, еще не все. Я приобрел буквально недавно микрофон-петличку, друзья. Вот такой микрофон-петличку для записи звука. Но такая проблема, так как я собирался снимать на камеру вот такую, я просто не нашел отвестия, куда можно было бы вставить USB, друзья. Вот такой вот, ну, у данного микрофона. Он вот такой вот, его просто некуда ссывать. Поэтому, наверное, если получится, буду записывать на вот этот телефон. Этот телефон не мой, но у него качество целых 64 мегапикселя. Но, в общем, я думаю, это не последнее видео на данном телефоне. Я имел в виду, что, возможно, буду еще снимать на этот телефон в хорошем качестве. Друзья, я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Снимал я его довольно-таки долго. И не оставлю вас без видеороликов. В октябре, в октябре будет побольше видео, потому что лаборатория как раз будет меньше занята. И вот как раз там буду снимать. В общем, так что будет больше времени, и я буду записывать много для вас интересных видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии по поводу данной посылки. Понравилась ли вам данная распаковка, и заказали бы вы с данного сайта данные реактивы. Вот я так расскажу. Замечательный сайт. Огромное спасибо Силкину Владимиру Сергеевичу. Вот так вот. Всем удачи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok